Всем привет, дорогие друзья! У нас 3 декабря 2022 года Айкадыш будет, Макша-Дайкадыш. Разберем историю. Правила соблюдения все так же. Не спим, не кушаем, не пьем. Стараемся избегать обычной какой-то мирской деятельности. То, что нас затягивает в окову материализма. Стараемся предпочитать выполнять деятельность, связанную с практиками, с мантрами, с йогой. С изучением, допустим, священных писаний. Можно смотреть фильмы, связанные с традицией индуизма. Можно смотреть фильмы документальные, связанные с какими-то историями о, возможно, древних храмах, храме Джаганадхи и так далее. То есть, старайтесь в это время пропитываться знаниями, связанными именно с самой традицией. Поскольку в этот день сами по себе празднества усиливают благие деяния, которые мы совершаем именно в этот день. То есть, если мы занимаемся изучением священных писаний, то это в любом случае несет благословение. То есть, это одно из преимуществ традиции индуизма, что изучение священных писаний дает благословение, которое впоследствии улучшает нашу судьбу. Во всех смыслах. Не только дает какие-то духовные задатки на будущее, но еще и улучшает нашу карму, что позволяет нам впоследствии избегать каких-то трудностей, связанных с бедностью, с страданиями в материальном мире. Устраняется, очищается неблагоприятная карма, связывающая нас с нижними мирами. В общем, плюсов очень много. Это одно из преимуществ традиции индуизма. Давайте я зачитаю саму историю. Мы ее разберем. Мы рассмотрим те элементы, которые там озвучиваются. Вот. Начинаем. Макшада Экадаши происходит, когда луна растет в месяц ноябре-декабре. Слава этого Экадаши описана в Брахманда Пуране, в беседе Господа Кришны Махараджа Юдхиштхира. Однажды Юдхиштхира спросил Господа Кришна. Мой дорогой Кришна, каково имя Экадаши, периода растущей луны, в месяц ноябре-декабре? Также, пожалуйста, расскажи мне подробно о процедуре соблюдения этого Экадаши. Господь Кришна сказал, о лучший из царей. Этот Экадаш разрушает все следствия греховных поступков. Если в этот день человек поклоняется Верховному Господу с туласи манджали, это листья священного дерева. Но вообще туласи в традиции вишнавизма используются во все дни, во все ритуалы, но особенно благоприятно. Здесь говорится, особенно если в этот день поклоняется с помощью священных листьев туласи, тогда Господь становится очень доволен. Соблюдая Экадашь, человек получает результаты совершения жертвоприношений Баджпея. Но я так понял, это не Баджпея, а Ваджапея. Ваджапея – это ритуал, весьма интересный ритуал. Сам впервые столкнулся с этим, то есть никогда не интересовался. Давайте зачитаю, что это такое. Шатопатха Брахмана приводит легенду происходения Баджапеи, которая объясняет многие элементы ритуала. Боги и Асуры, соперничая между собой, пытались, кто быстрее овладеть техниками жертвоприношения. Асуры, по своей же самоуверенности, клали жертвы себе в рот, боги же друг другу. В результате Баджапеи бог и жертвоприношения отдался во власть богов, между которыми, однако, начались споры о праве на тело бога. Для лишения проблемы устроили забег колесниц, вошедший затем как символ в сам ритуал, в котором благодаря Савитару, богу Солнца, победил Брихаспати. Брихаспати – это божество молитвы и жертвоприношения в традиции индуизма, олицетворение сущности брахманов. Он в итоге, как победитель, совершает Ваджапею, дающую ему могущество. Но индра, олицетворение кшатрийской сущности, подражая Брихаспати, также совершает этот ритуал и предъявляет свои права на праджапати. Именно поэтому не только брахманы, но и кшатри могут совершать Ваджапею. Первым этапом Ваджапеи была традиционная гонка на колесницах, победителем которой обязательно становился сам царь. В это же время брахман должен был вращать по ходу Солнца колесо, которое насаживалось на шест и вкапывали в землю. Вторым центральным этапом ритуала было восхождение царя жертвоприношения по трем ступеням на юпу, непонятное, или жертвенный столб. Здесь касается навершия столба в форме колеса. Царь должен был прогласить, мы достигли неба, затем, поднявшись выше, сказать, мы стали бессмертными. В последствии царь должен был обернуться вокруг вершины юпы, а жрецы, стоящие на земле с четырех сторон, должны поднести ему на длинных шестах мешочки с пищей. Жрецы с четырех сторон символизировали стороны света. Совершенным звеном, существенным звеном символики Ваджапеи была цифра 17. Специальное священное число этого обряда, в нем существовало 17 участников ритуального пяти осомок, миллионная питка суры, 17 жертвенных животных, 17 колесниц и так далее. Смысл Ваджапеи в проведении царя-жертвователя к божественному источнику энергии. Совершение этого ритуала знаменовало собой обновление сакральной власти царя и начало нового временного цикла под его эгидой. Ну, в общем, давайте я немножко суть передам. Данный ритуал совершался для того, чтобы, во-первых, улучшить карму царя и его окружение. То есть этот ритуал проводили исключительно очень состоятельные и высокородные личности. И проводились они с той целью, чтобы усилить свою власть, усилить свою, улучшить свою карму, очистить при этом свою карму и провозгласить еще и, скажем так, под эгидой царя как духовной личности, скажем так, устремление всего, всех жителей государства, всего государства к тому, чтобы те постепенным образом поднимались в духовные миры. Именно для этого и осуществляется так называемое питье сомы и так далее. То есть это символы, но это своего рода такое магическое искусство, которое предвосхищало или же, как бы это выразить, направляло развитие царя, его рода, его судьбы, а также всего его окружения и всего государства к высшим целям, к высшим идеалам. То есть этот ритуал основан, ну или выполнялся для того, чтобы в целом усилить, утвердить карму и судьбу царя, ну и, конечно же, принести благо, благословение для всего государства. В общем, суть довольно сложная. Ну а теперь возвращаемся давайте к этому празднеству, к Экадышу нашему. Дальше зачитываю. «Некогда жил царь Вайконаса, правитель города Чампака. Царь был очень добр к своим подданным. Многие достойные бромины, знатоки Веды, жили в его царстве. Однажды царю приснился сон». Интересный элемент. Вот смотрите, прочитали, да, вроде бы как бы, ну, обычная фраза, но на самом деле жил... «Некогда жил царь Вайконаса, правитель города Чампака. Царь был очень добр к своим преданным. Многие достойные бромины, знатоки Веды, жили в его царстве». На самом деле это очень значимый элемент, да, то есть по тому, каким образом развивается духовное сословие в государстве. Что такое духовное сословие? Священники, духовные течения, духовные направления всевозможные, да, относительно того, каких уровней реализации они достигают. Это не просто символизм того, что это есть, да, есть там традиция, ну, какая у нас традиция, там, православие, например, есть традиция православия или там традиция ислама. Это еще не просто то, что просто присутствует эта традиция. Нет. Здесь очень важно понимать, здесь говорится, что, смотрите, я еще прочитаю. «Многие достойные бромины, знатоки Вед, жили в его царстве». Достойные бромины – это, значит, высокоразвитые души, которые обладали реализацией. Дело в том, что такие души приходят только, ну, имеется в виду, что значит приходят? Приходят, это значит, они воплощаются на земле. И чаще всего они выбирают условия, именно те, которые подходят для духовной практики. Я думаю, сами понимаем, что в нечистом государстве с нечистым правителем, с неправильными законами души святые не рождаются. А именно наличие святых душ, именно наличие святых душ привносит в государство счастье и благополучие, согласно ведическим знаниям. Мы сами можем видеть, что не экономика решает благополучие государства, не удачные или неудачные выборы, а на самом деле во всем рулит, по сути, благая карма, и благая карма именно святых душ, которые воплощаются в тех государствах, в которых правит праведный царь. У нечистого царя никогда в государстве не будет хорошей духовной традиции, чистой духовной традиции, никогда не будет развиваться у хорошего царя какая-то духовная традиция. Более того, в таких традициях будут постоянные проблемы, постоянные скандалы, постоянные ссоры, постоянные проблемы и так далее. Это показатель. Сразу можно судить, если в государстве не почитают духовные традиции. Если духовные традиции находятся в упадке, если их преследуют, если их наказывают, казнят. Помните, 1917 год царской России чем ознаменовался? Одно из самых основных направлений это было гонение на духовные традиции. Разрушались храмы, уничтожались священные писания, иконы, святые места, места паломничества разрушались. Вот это первый показатель. У нормального, у чистого, благородного царя-правителя, а в том случае можно сказать, что правителем был Ленин, допустим, никогда не были бы гонения на церковь, никогда бы не ссылали бы священников, не казнили бы, и те бы не умирали в каких-то там тюрьмах в Сибири и так далее. То есть это первый показатель плохой кармы правителя, и такой правитель вообще не достоин править. Далее. Однажды царю приснился сон, он увидел, что его отец упал в ад, где испытывал ужасное страдание. Увидев это, царь поразился. На следующий день царь рассказал о своем сне в собрании ученых Брамина. По его словам, отец просил вызволить его из ада. На самом деле, когда у нас родители, наши родители, мы все с этим сталкиваемся, по тому, как уходят наши родители, можно судить, куда попадают их души. Это важный элемент. Мы все равно не лишены внимания и любви к своим родителям, и часто они в старости, они становятся странными. Их какие-то основные качества, они переходят в состояние крайностей, их очень часто клинит. Я грубо так немножко выражаюсь, я и по своим могу сказать то же самое, я не исключение. Но в силу того, что все равно, как бы там ни было, какие бы качества негативные они не проявляли, все равно у нас остаются какие-то чувства. Какая-то благодарность внутренняя, да, мы все равно будем переживать. Хотим мы, не хотим, плохо к нам относились, хорошо. Мы все равно будем испытывать какое-то чувство благодарности. Ну, это неизбежно. И, естественно, наблюдая за тем, как уходят родители, как они себя чувствуют. Например, одним из показателей того, что у человека неблагоприятная карма, являются страхи. Когда люди в возрасте, в преклонном возрасте, в состоянии старости уже, да, они немножко, ну, можно сказать, немножко повреждаются умом. Они становятся немного другими. Вот. И на поверхность из их подсознания выходят всегда какие-то страхи, какие-то странные импульсы. Влазит какое-то странное поведение. У них появляется предрасположенность к тому, чтобы пугаться чего-то, чего, по сути, не существует в окружающем пространстве. То есть, по сути, они видят уже свое будущее интуитивно, они его чувствуют. Вот. И такие люди часто говорят, что там под домом кто-то ходит, там, вот, кто-то что-то подкидывает, там, во двор. Вот такие, знаете, фишки странные, фобии какие-то вылазят из подсознания, что у них кто-то обязательно что-то крадет, кто-то пытается влезть в дом, кто-то ходит под дверями, вот. Вот, кто-то заглядывает в окна по ночам, кто-то там, и они пытаются зашториться постоянно, да, вот, и так далее. То есть, таких вот, ну, мы всегда это наблюдали за многими, да, и по состоянию ухода таких душ можно судить смело, куда они уходят, да. То есть, если человек находится в состоянии страха, то однозначно это нижние миры, вот. Вот, если он уходит с чистой совестью, в осознанном состоянии, да, то это, как минимум, там, мир людей, да, вот. Если он, ну, и так далее, там, я думаю, это сейчас не тема для подобных разъяснений. Вот. Вот, и, естественно, царь, увидев сон, в котором его предок, его отец явился к нему и сказал, что он упал в ад, где испытывает ужасное страдание, отец, сын, заволновался. Вот, и отец, конечно же, просил вызволить его из ада. С тех пор, как царю приснился этот сон, он утратил покой, он не находил, а мы, на самом деле, все находимся в таком состоянии. Родители часто уходят, и часто с ними всегда, ну, практически всегда снятся какие-то плохие сны. Они приходят, просят поесть, они приходят, просят, они всегда жалуются на что-то. У них то одежды нету, то еды нету, то им холодно, то им голодно, то они просят куда-то их отвезти и так далее. То есть все эти просьбы являются указанием плохой судьбы, их дальнейшей плохой судьбы, а по сути нашей плохой судьбы. Потому что чем в более худшем состоянии наши предки находятся, тем более худшим в состоянии находимся мы. Потому что мы являемся венцом рода И мы несем эту карму Карму всех предков на себе Далее Он не находил никакого вкуса царской власти И утратил всякий интерес к государственному динаму Он даже стал безразличен к членам своей семьи Царь думал о том, что его жизнь Царство, богатство, власть и влияние Совершенно бесполезны Если его отец страдает в аду Поэтому царь жалобно обратился ко всем ученым-брахманам Сказав, пожалуйста Расскажите, как я могу вызволить отца из ада Обратите внимание, очень важный элемент, друзья мои Это действительно очень важно Во всех духовных традициях существуют практики Вымаливания всевозможных греховных поступков своих предков Бесспорно, они есть в традиции индуизма Они есть в христианстве В исламе, я думаю, что так же есть Хотя я не в курсе Но предполагаю, что они существуют То есть можно каким-то образом за счет молитв Помочь предкам Но является ли эта помощь основательной Можно ли в действительности изменить Или это всего лишь будет эффект ослабления Мы ослабили, но все равно страдания не закончились Вместо того, чтобы быть в аду миллион лет Он будет всего лишь 950 тысяч лет в аду По сути мы ничего не решили Вот такие практики Они подобным образом работают И невзирая на то, что он же был царем И у него в подчинении А брахманы подчиняются царю То есть они не подчиняются в духовном плане Но они подчиняются ему в плане материальном Да, когда царь говорит Ну или отдает какие-то приказы Все равно брахманы Исполняют эти приказы Ну, естественно, если эти приказы Не противоречат тхарме Вот Можно сказать, что брахманы находятся В состоянии независимом С позиции величия своей духовности Но в материальном плане они подчиняются Потому что царь является основным правителем И от защиты царя Под защитой царя находятся все священнослужители Ну, такие вот нюансы Как бы Точно так же, как, допустим У нас в государстве все священники находятся Под покровительством руководящих властей Точно так же и в древние века Было, по сути, то же самое Вот Но даже наличие этих ученых бронинов И большого количества святых Не было Не было Как бы это выразить Не было Основным правилом Согласно которому Он мог бы Допустим Заказывая Или же Оплачивая Оплачивая проведение каких-то ритуалов Это не было гарантией того Что эти грехи будут очищены Даже при наличии Великих знатоков Великих знатоков И великих святых В его государстве Понимаете Сколь сложна карма Только вдумайтесь У него в государстве были святые Но он прекрасно осознавал Что никто из них По всей видимости Просто не сможет ему помочь Ну или скажем так Вопросы кармы Они требуют Особой квалификации Духовной Квалификации Или Духовной реализации С помощью которой Можно было бы Оказать влияние На негативную карму Далее В общем Царь обратился к брахманам И те ему ответили Услышав его обращение Брамины сказали О царь Ашрам Парват-ты Муни Расположен неподалеку Муни знаток Прошлого Настоящее его будущее Пожалуйста Расскажи ему О своем сне Что значит Муни Друзья мои Муни это титул Это статус Который Подтверждает Особый уровень Реализации Когда брахман Помнит Здесь говорится Знаток прошлого Настоящего Будущего Когда брахман Разбирается В законах Прошлого Настоящего И будущего Да То есть он знает Как работает закон кармы Он видит прошлое Он знает будущее То есть он видит будущее Он является Он обладает еще Духовным зрением Понимаете Он отслеживает В духовном мире Или может видеть Настолько глубоко Что понимает Причины Тех или иных Следствий В судьбах Людей Кармических Следствий Имеется Имеется ввиду То есть человек Находится в каком-то Состоянии А этот Муни Он может сказать Почему находится Этот человек В таком Каком-то Не очень Хорошем Кармическом Состоянии То есть Объяснить Какой грех Он совершил Допустим Какими кармами Какие кармы Он накопил В прошлых своих Воплощениях Какими Результатами Какие результаты Он пожнет В своих будущих Жизнях Где он Воплотится В следующей Жизни И так далее То есть Это очень Высокий уровень Это уровень По сути Ажночакры Но в нынешнее Время Можно сказать Что таких Духовных Учителей В принципе Нету То есть Таких Уровня Муни В принципе Не существует Потому что Это Я например Не очень Встречал Духовных Учителей Которые могут Вот так И прошлое И будущее И настоящее И все это Разобраться Довольно Сложно Это Запредельный Уровень Для нашего Для нашего Времени Так Муни Знаток Прошлое Настоящее Будущее Пожалуйста Расскажи Ему О своем Сне Посоветуют Мудрецов Царь Царь Вайконаса Прибыл В Ашрам Парватамуни В сопровождении Брайминов И своих Подданных Когда Парватамуни Стал Расспрашивать О том Это были Высокодуховные Кшатрии Понимаете Это кшатрии Которые обладали Благоприятной Кармой Благоприятной Кармой И они еще Обладали Глубочайшими Духовными Реализациями И вот Он прекрасно Понимает Что на самом Благоприят Благоприят В его Его государство Именно Благоприят И способствуют Развитию Целого Государства Это Муни Риши Всевозможные Садхаки Пуджари В храмах Брахманы Духовные Учителя Гуру И так далее Именно От них Зависит Судьба Целого Государства Царь Это Прекрасно Понимает И признает Понимаете Он с большим Уважением Относится К Духовным Лидерам Далее Однако Несмотря на то Что я обладаю Царством Всевозможными Богатствами Я страдаю В моем Уме Поселились Сомнения Желая Их Рассеять Я пришел К твоим Лотосным Стопам Затем Царь Рассказал Мудрецу О своем Сне Выслушав Царя Парватаму Не погрузился В медитацию Спустя Какое-то Время Он сказал Царю Мой Дорогой Царь Твой Отец В прошлой Жизни Был Похотливым Человеком Из-за Чего И оказался В аду Теперь Ты должен Соблюдать Обет Экадаши В период Растущей Луны В месяц Ноябре Декабре Ради того Чтобы спасти Отца Пожертвовать Ему Накопленную Тобой Заслугу Благодаря Влиянию Твоей Добродетели Твой Отец Спасется Из Ада Важный Элемент Видите Это то О чем Я говорил Что Муни Мудрецы На самом деле Подобными Качествами Все Святые Они Обладают Своего рода Градацией Нет Такого Что Все Святые Это Все Святые Нет Между Ними Так Много Уровней Так Много Реализаций Да И Это Подтверждается Жизнью Многих Святых Допустим В Индии На Одного Изучая Жизнь Одного Мы Видим Одни Качества Изучая Жизнь Другого Мы Видим Совершенно Другие Качества У Одного Изобилие Качеств А у Другого Едва Одно Или Два Каких Качеств Проявлено И Так Во всех Случаях То есть Нет Двух Одинаковых Святых Поэтому Говорится Что Реализация Она Не Является Конечной Она Является Всего Лишь Символом Определенным Символом Который Проходя Человек Понимает Что Он Находится На Высоком Духовном Уровне Развития Но Этот Уровень Не Останавливается И Все Святые Продолжают Развиваться Они Ведут За собой Тысячи Учеников Дают Знания Делятся Знаниями И так Далее Способствуют Развитию Других Людей Интересный Элемент Твой отец В прошлой Жизни Давайте Разберем Это Был Очень Похотливым Человеком На самом Деле Тут Понятно Что Махарадж Царь В любом Сучу У него Много Жен Но При этом Эти все Жены Являются Законными Супругами И Отношения С законными Супругами Не являются Похотью И Думаю Что Раз У него Родился Такой Благородный Сын Соответственно Этот Человек Обладал Благоприятной Кармой Другое Дело Что Скорее Всего Этот Человек По всей Видимости Еще И На сторону Куда-то Бегал Постоянно Да Из-за Этого Накопил Очень Много Неблагоприятной Кармы В чем В чем На самом Деле Минус Интимных Отношений Ну Во-первых Это то Что теряется Очень большое Количество Энергии Ну Для мужчины Да Вот По-моему Медики Выдвигали Такое Подтверждение Что На создание Капли Крови Нет Не так На Создание В организме Капли Мужского Семени Тратится В 20 Раз Больше Энергии Чем На создание Капли Крови То То есть Насколько Мужская Энергия Цена Для Самого Мужчины И конечно Если мужчина Ее просто Расплескивает Теряет Необдуманным Образом То это Не приносит Блага Ну и вообще Интимные отношения Мы как-то Затрагивали Эту тему В видео Сами по себе Обильные Интимные отношения Они являются Да Действительно Причиной Для падения В скверные Меры Во-первых У мужчины Очень сильно Просаживается Энергия Во-вторых Мужчины Которые Обладают Похотливым Нравом Они становятся Глупыми Причем Еще в юности Когда Почему Говорится Что Мальчики Должны Проходить Четыре Стадии Стадии Развития Первая Стадия Это Стадия Брахмачари Начинается На где-то С 16 Лет До 25 Лет Это Время Которое Должен Мальчишка Посвятить Жизни В ашраме Своего Учителя И все Это Время Он Соблюдает Обет Брахмачария То есть Он Соблюдает Обет Безбрачия Для чего Для того Чтобы Обрести Контроль И все Это Время С 16 До 25 Мужчина Не должен Ступать В отношения Потому Что Это То Самое Время Когда У нас Очень Много Энергии И Совсем Мало Осознанности Мы Не контролируем Свои эмоции И вот Ваш Роме Учителя Мы Как раз Эти эмоции Эти чувства Эти энергии Учимся контролировать И когда мы подходим К 25 Годам Уровень Нашего Осознавания Возрастает Настолько Что мы Контролируем Свои чувства Свои Свои Желания Свои Стремления И После 25 Мы Уже Действительно Полноценные Юноши Мужчины Которые Отдают Отчет Своим Поступком Они Безбожно Тратят Свои Жизненные Силы На Непонятное Поведение И Действительно Но это Я думаю Что я не Открываю Ничего Запредельного Мужчины У которых Обильные Отношения Они Обычно В жизни Становятся Бесперспективными То есть Они Ничего Не добиваются Они Ни к чему Не стремятся Они становятся Вялыми Они становятся Пассивными Они становятся Безвольными Безинициативными Это все связано С тем Что у них Просто нет Энергии Их Ими Внутри Ничего Не движет Это Это действительно Большая Проблема Дальше Ну и Если Посмотреть С другой Точки Зрения То Мальчики Которые Овладели Эти Мужчины Которые Овладели Этой Своей Энергией Они Действительно Могут Направлять Свои Целеустремленные Какие-то Желания И К возвышенным Целям И К материальным Целям И добиваться Они могут Намного Большего Причем В разы В десятки Разы И Даже Посмотреть Если Допустим На жизнь Видных Людей То Многие Святые Личности И Высокоразвитые Личности Они все Были По сути Брахмачари Да То есть Они Действительно Овладели Контролем Своих Внутренних Желаний Своих Энергий И Это Шло Им Только На руку Да То есть Это Работало На них Дальше Теперь Ты должен Соблюдать Обет Брахмачари В период Мудрец Ему Совету Теперь Ты должен Соблюдать Обет Экадаши В период Растущей Луны В месяце Ноябре Декабре Ради того Чтобы спасти Отца Пожертвовать Ему Накопленную Тобой Заслугу Благодаря Влиянию Его жена Даже Об этом Об этом Задумался Да Никто Не думает Да Сейчас Обсуждаются Какие-то Далекие От Далекие От Разума Идеи Относительно Даже Того Чтобы Я даже Не хочу Рассказывать Да Тут Какое-то Равноправие Трансгендерность Какая-то Весь этот Мусор И бред Вот Именно Этим Занимаются Сейчас Нынешние Правители Да То есть Никто Вообще Не задумывается О том Что Государство В государстве Нужно Создать Максимально Благоприятные Условия Для того Чтобы Все души Которые Живут Они Имели Возможность Духовно Прогрессировать Развиваться Накапливать Благую Карму Улучшать Свою Судьбу И так далее В основном Все Все завязано Исключительно Максимум На деньгах Так Дальше Дальше Затем Положенный Срок Царь Его жена Дети И слуги Должным образом Соблюдали Этот Экадыш Который Имел место Быть В период Растущей Луны В месяц Ноябре Декабре После чего Все заслуги Порожденные Соблюдением Этого Экадыша Были Предложены Отцу Царя То есть По большому счету Практически Всем государствам Они Совершили Подношение Подношение Своей Духовной Заслуги Во спасение Покойного Отца Отца Правителя Тоже Тоже Немаловажный Элемент На самом деле Как бы Представители Всех Каст В государстве Они Прекрасно Понимали Так же Со своей Позиции Они Осознавали Что Их Благополучие Зависит Исключительно На От Состояния И Благополучие Их Правителя Понимаете И Все Все Пребывающие В государстве Они Так или иначе Должны были Помогать Способствовать Благополучию Правителя Вот Потому что Он Исключительно Является Той Личностью Которая Бережет И Ну С позиции Конечно же Праведности Друзья мои Не просто С какой-то Гаистичной Точки Зрения А именно С позиции Праведности Потому что Царь Заботился Обо Всех Своих Подданных Зная И относясь К ним Как К своим Собственным Детям Царь Он Никогда Не имел Права Делить Своих Детей На Своих И Чужих Детей Да То есть Для него Все Дети Были Его Детьми Такова Была Его Глубочайшая Ответственность И Если Царь Я уже Неоднократно Приводил Примеры Когда В Писании Говорилось Что Царь уходил Соблюдал Пост Накладывал На себя Эпитимии Страдания Когда Когда В его Государстве Хоть Был Хотя Один Нищий Или Один Страдающий Он Прекрасно И тогда Царь Понимал Что Раз У него В государстве Есть Нищета Бедность Страдания Если Есть Люди Которые Испытывают Голод То Это Проблемы Самого Царя Это Его Проблемы И Такой Царь Должен был Уходить В скитание Такой Царь Должен был Накладывать На себя Эпитимии Аскезы Покаяния Такой Царь Максимально Старался Проводить Как можно Больше Всевозможных Служб Для того Чтобы Привлечь Благословение На свое Государство И на себя В первую очередь Далее Последний Так Порожденные Соблюдением Этого Экадыша Были Предложены Отцу Порожденные С дослуги Соблюдением Этого Экадыша Были Предложены Отцу Царя Последний Достиг Небес И дарил Сына Всяческими Благословениями То есть С небес Естественно От такой Святой Души Когда царь Получает Благословение Естественно Все эти Благословения Опять-таки Автоматически Распространяются На все Государство По сути Эта душа Спасенная Царя Она Благословила Все государство С небес Будучи Очистившись До уровня Какой-то Святой Души И Царь Человек Должным Образом Следующий Этому Мокшада И Кадаш Избавляется Всех Следствий Былых Грехов Вот Еще раз Хочу Сказать На этом Текст Заканчивается Естественно Есть более Расширенные Тексты Разъясняющие Правила соблюдения Но основу Я объяснил На самом деле Очень важно Этот текст Изучить И прослушать А может быть Даже несколько раз Именно В сам Экадаши В этот праздник Прослушать И рекомендовать Друзьям Просто Простое Прослушивание Этого видео Дает благословение И Со временем Вы обратите внимание Как наша судьба Постепенно Улучшается В лучшую сторону Меняются Какой-то негатив Уходит из нашей жизни Привлекаются Благие Энергии Благие Дела Благие Элементы В нашу судьбу Это будет видно Да Это будет видно Не через неделю Не через две недели Там как Иногда в комментариях У нас бывает Что Кто-то высказывает Что По окончании Кадаша Будут видны Радуги На небе И так далее Нет Но это же Кали-юга Вы же понимаете Что Тексты Это писались Предыдущие эпохи Не сейчас А это Совсем другой уровень Энергии был Да То есть Для того Чтобы увидеть Какие-то духовные знаки Нужно обладать Духовным зрением В прошлой эпохе Оно было У всех А сейчас Оно есть У единиц Вот Естественно Эти единицы Могут видеть А мы-то Ну кто мы такие Да То есть Хорошо Если в сновидениях Мы можем получать Какие-то знаки Ну и так далее Вот Поэтому делитесь Этим видео Выкладывайте Себя На страничках В соцсетях Вот Обязательно Прослушивайте В день Самого Икадаша Можно Два Три раза Вот Пусть эти знания Откладываются В нас Пусть благословения Откладываются В нас Вот И так далее На этом Дорогие друзья Все До новых встреч